Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и, как всегда, мы обсуждаем все самые актуальные темы. Сегодня о том, как преображаются города и как выглядит Якутск на общем фоне, мы поговорим с известным блогером-путешественником Ильей Варламовым. Илья, приветствую вас. Прилетели сегодня. Вы у нас были в гостях буквально в ноябре. Скажите, пожалуйста, какие впечатления, как вам погода сегодня? Погода фантастическая. Только ради погоды я, можно сказать, и прилетел. Я никогда не был в таких холодах. И мне кажется, сейчас холод главная достопримечательность Якутска. Ну и вообще все, что связано с вашей холодной зимой. Поэтому интересно это посмотреть. А в ноябре какая-то года вас впечатляет? В ноябре было минус 20. Это еще так привычно. Нет, нет, но все равно. То есть здесь же вокруг холода много всяких фишек, которых люди, которые живут в европейской части России, они не знают. Начиная от ваших. Там то, что машины не глушат, то, что там двойные стекла, вот эти трубы, деревья маленькие и все остальное. Это на самом деле очень интересно. Про это, кстати, мало кто знает. Совершенно вот вы недооцениваете то, что у вас есть. Почему? Доцениваем очень даже. Люди не знают. Я когда приезжаю в Москву, потом и рассказываю, что люди удивляются, говорят, да ничего себе. Я в этот раз вытащил друга, который тоже не знал, что все это происходит, и он сейчас там сидит в восторге тоже. Илья, перед тем, как выбрать дату приезда, вы обычно советуетесь с местными жителями. А якутяне что советовали? Нет, ну так сложно просто заранее предугадать. Ну осень, весна, то есть какие-то... Нет, я давно сам просто хотел поехать зимой, поэтому выбор был на зиму. То есть советы здесь не нужны? На зиму, да. А вообще часто? Я подбирал, когда такой самый мороз. Ну не знаю, угадал, не угадал, но судя по вашим новостям, угадал. Угадали. Минус 40 – это нормально, это уже холодно для вас или нет? Ну это нормальная погода. Я смотрю, кто-то без шахта еще ходит, в кафе двери открыты там, то есть. Вот вы второй раз в Якутии за непродолжительное время, да? Вы признались в своем твиттере в любви к нашему городу. Да, конечно. С чем связано? Самый вообще удивительный регион России, где я был, и как раз именно из-за того, что другая культура, другие люди, вот этот мороз, ну и вообще все, что с этим связано, просто супер. А что больше всего впечатлило? Вообще, да, все, я вот хожу, посмотрите, как красота. То есть даже сейчас у меня пленка на фотоаппарате закончилась за несколько часов. При этом вы назвали Якутск одним из лучших городов в собственном рейтинге. Да, да. Ну, вместе с тем у вас был и ряд претензий. Давайте их оснащим. Ну, основная претензия – это то, что Якутск, несмотря на то, что здесь куча есть уникальных там вещей, и климата, и культура, и… Но город развивается так же, как и все остальные города, когда ты видишь… Ну, ладно, в советское время, да, там, те же самые пятиэтажки. Ну, жалко смотреть, да, потому что есть огромный потенциал, но он не используется. Те же самые улицы, те же самые дома. И сейчас, да, хотя, казалось бы, да, уже нет этой единой типовой застройки, но мне бы хотелось, чтобы Якутск шел как своим путем, чтобы он не был похож на остальные города России. А он похож на остальные города России. Все те же самые проблемы, там, начиная от рекламного мусора, плохого благоустройства, неправильных переходов. Вот я недавно писал, да, когда у вас начали ставить каких-то картонных детей. Ну, это же бред, это просто глупости, потому что надо нормальную улицу проектировать. И у вас тем более. В целом, вся современная архитектура Якутска очень слабая. Видно, что город варится в собственном соку. Написали вы в своем живом журнале. Ну, а как говорится, если Якутск так далеко от других городов? Ну, так вот, я же говорю, у вас есть куча особенностей, которые нужно приглашать людей, приглашать. Это же вообще должно стать главным туристическим центром России. Когда люди приезжают в Россию, у них что, ну, иностранцы, да, там, Байкал, да, там, ну, Москва, Петербург, понятно, ну, Камчатка, да, еще какие-то такие разрекламенные регионы. Номер один должен быть, слушайте, я был на Байкале, вот, был недавно на Камчатке, близко не стоит. Надо всех везти сюда, конечно, что зимой прорубь, баня, строганина, вечная мерзлота, мамонты, это же вообще супер, особенно для иностранцев. Угу. Ну, а вы сами-то готовы искупаться в 60-х? Я спланирую завтра. Завтра? Завтра не 60? Ну, сколько будет. Ну, в ближайшую неделю будет, да, очень холодно. Вы раскритиковали главу Рязани за желание сделать город многоэтажным. Да. Скажите, а каким, по-вашему, должен быть город, вот, если он, ну, небольшой? Слушай, ну, там основная проблема, если очень коротко, да, это не то, что многоэтажный, нет ничего плохого в многоэтажных домах. Основная проблема, это, в принципе, застройки, да, это микрорайонная застройка, то, что у нас осталось вот с советского времени, нигде сейчас так не строят. Это большая проблема для России, потому что, ну, есть застройка микрорайонная, есть застройка квартальная, да, нужно делать квартальную застройку, а не микрорайонная. Они строят эти микрорайоны, это плохая среда, это дорого обслуживать, это, там, ничего никакого хорошего не будет. Ну, это то, что мы видим на окраине всех наших городов. А в Рязани это вообще недопустимо, потому что древний русский город, и они просто убивают его своими-то панельными муравейниками, они строят. Это все придется сносить, при этом сносить очень скоро. Я очень люблю Россию, я хотел бы, чтобы наши города как-то эволюционировали, чтобы они менялись к лучшему, а для этого нет смысла подмечать какие-то плюсы. Я стараюсь этого не делать. Это ваша цитата. Конечно, да, я смотрю, вы так подробно разобрали все, что я писал. Какие минусы в городах? Застройка, ну, я же в основном рассматриваю городскую среду, вот, практически все, что у нас за городской средой, очень слабо. Небезопасные, небезопасные улицы, это же все, то есть даже, если вы просто посмотрите на цифры, на статистику ДТП, сколько у нас людей погибает там на улицах. Это же все в том числе от того, что неправильно проектируется, неправильно проектируются улицы, небезопасные переходы, некомфортные городские средства, неправильная застройка. А разница есть миллионник это или нет? Какая разница? Без разницы. Ну, там же статистика идет, там на тысячу жителей, есть какая-то у вас там плотность примерно везде для одинакового населения. А вот, по вашему мнению, сохранение в городах деревянного зодчества? Почему нет? Нет, если это... Вы имеете в виду ваши деревянные двухэтажные бараки? Ну, нет, вообще, в принципе, не только у нас, в городах. Нет, против деревянного зодчества я ничего не имею, да, и если вы посмотрите, например, там на Скандинавию, они совершенно спокойно с этим наследием живут. Я не знаю, как это в вашем климате работает, но если это работает, то почему нет? Ну, в прошлый раз в Якутске вы посетили музей Мамонта и 17-й квартал. Провели здесь сутки. Что теперь у вас? На прицеле задержитесь надолго ли? Два дня. Надо потихоньку. Все больше и больше. Ленские столбы. Я собираюсь в Ленские столбы. Баня. Вымораживание посмотреть как. Вот я сегодня поеду. В прошлый раз по итогам поездки вы написали, что холод должен стать брендом Якутии. Сейчас вы тоже сказали о том, что центром туристическим должен Якутск стать. Вместе с тем большое количество иностранцев едут на полюс холода. Как часто вы там бываете? Планируете? Не был хочу. Хочу, но все еще впереди. Но небольшое количество. Это вам кажется, что большое количество. Вы должны в 10 раз больше ехать туристов. Вы совершенно недооцените свой туристический потенциал. Нигде в мире такого нет. Я объехал все страны практически. А вот кроме холода по вашему, что может еще заинтересовать туристов? Слушай, ну здесь кухня, холод. Кухню пробовали? Кухню, конечно. Что больше всего нравится? Ну, я вот все, что я ехал. Ну, строганину пробовал. Ну, строганина, жеребятина. Даже рынок. Вот, слушайте, вы понимаете, приезжаете на букет и щук. Да, это же вообще фантастика. Где еще у меня... Моя самая популярная фотография в Инстаграме, это где я с букетом и щук. Я с кем только... Я там фотографировался в Австралию с куалами, там еще где-то с какими-то пандами. Ну, уже банально. А букет и щук, это же вообще... Илья, вот вы приезжаете в такое холодное время года, в ноябре были, сейчас приехали. А у вас нет желания приехать к нам летом? Вы знаете... У вас говорят комбары, как размером с собаку. На ИСЭХ не хотели бы... Может быть. В национальном костюме походить. То есть мы можем вас ждать летом. Может быть, да. Хорошо. Любимая забава иностранцев, купание, значит, в Аймеконе, мы это обсудили. А что вы скажете по поводу продажи воздуха с Аймекона? Ну, воздух, я не знаю. Нет, если кто-то покупает... Не слышали о таком? Не, ну, я примерно представляю, да, что это такое. Но если кто-то покупает, то почему нет? А рыбалку любите? Нет, но я пошел бы на рыбалку, да. Ну, если не любите, наверное, нет смысла спрашивать, какая именно. Ну, то есть удочкой бы в проруби... Я ничего в рыбалке вообще не понимаю. Не понимаю? А зачем бы это? Не, ну, мне интересен сам процесс. Конечно, я же наблюдаю, да, то, чем люди занимаются. Скажите... На ютубе, кстати, вот это же тоже невероятная штука. Я на ютубе смотрю, есть канал, и там какой-то мужик, рыбак, ведет канал. У него куча подписчиков, и он находится вообще не пойми где, и выкладывает потрясающие видео. У него куча подписчиков. И это меня так поразило, потому что, ну, раньше вышло, что здесь интернета нет, и вообще, ну, с этим все грустно. А вот человек, простой рыбак, и невероятно делает интересный блог, и его там куча людей смотрит. Илья, ну, если еще немножечко вернемся к развитию городов, да, вот такой вопрос. Маленькие города должны все-таки ориентироваться на миллионники? Или, ну, вот вы сказали про свой путь, да, но... Ну, ориентироваться в чем? Вот хотелось бы узнать, в чем, если в архитектуре, в развитии... Пока не на что ориентироваться. То есть, даже если брать Якутск, я же писал, что все очень слабо. Слабо с архитектурой. А Москва? В Москве есть более-менее заказчик. Архитектура чего зависит? Архитектура зависит от заказчика. Он должен быть, в первую очередь, грамотный заказчик, у которого есть там вкус, у которого есть представление, зачем делать хорошую архитектуру. Потому что архитектура что? Это та же самая достопримечательность. И у нас проблема в том, что после развала Союза практически перестали создавать новые достопримечательности в плане архитектуры. И Якутск здесь не исключение. И для этого нужно приглашать хороших архитекторов международных, потому что в России архитектурной школы нету, и внутри хороших архитекторов можно... А заказчики – это чиновники, это власть? Почему? Частный может быть заказчик, может быть чиновник и власть. Или люди могут предлагать, да, тоже запросы? Люди предлагать не могут. Проблема с архитектурой. Проблема с архитектурой. Нет, ну почему, если, допустим, граждане будут рассказывать о мне, что они хотят видеть? Нет, ни в коем случае. Вот так. Почему? Потому что архитектура – это область, в которой надо разбираться. А проблема в том, что мало кто в ней разбирается. Поэтому если речь идет про чиновников, они должны создавать процедуры, чтобы подряды на проектирование выигрывали сильные команды. Например, чтобы были конкурсы открытые международные, чтобы привлекались сильные команды, и тогда что-то будет получаться. А пока, ну, по крайней мере, то, что я вижу, что строят у вас, ну, это уже очень слабо. Это совершенно недостойно Якутии, учитывая, ну, особенно ваши возможности. То есть не самый бедный регион вы можете приглашать. Посмотрите даже вот на Хантамансийск, да. Вот они в Хантамансийске, у них был опыт, они приглашали иностранных архитекторов, и там есть очень, ну, неплохие здания. И это прямо удивляет, когда приезжаешь и смотришь, как они там развиваются. Скажите, вот вы говорите о том, что все-таки главная заслуга региона, города и так далее, да, это люди. Вот как мы смотримся на общем фоне, допустим, от Москвы? Чем отличаемся? Потрясающе. Или от Москвы, от Якутии? Нет, слушайте, здесь вообще все... Буквально коротко. Мне все очень нравится. То есть у меня прямо за одну поездку и столько друзей появилось. Ни в одном другом городе столько не появлялось, как здесь. Следующий город, который вы хотели бы посетить в Якутии. Якутск или это, прошу? Да, Полис Холтер, Аймекон, да? Я благодарю вас за беседу, наше время завершилось. О городе, как он развивается, мы говорили с известным блогером-путешественником Ильей Варламовым. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok